Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. Харьков, 15 часов 46 минут, 20-12-2016 года. Ролик, который вы далее услышите, увидите. Это довольно старая запись, ну, относительно старая. Скорее всего, датирована 4 июля 2016 года. Я был в раздумьях, как обычно, выкладывать подобный материал или нет. Дело в том, что подобные вещи только могут быть интересны уважаемым слушателям, тех, кто изучает мои труды, а также Сереже Тарасово. Для других же людей, услышанное в ролике, не представляет никакого интереса. В начале ролика Сережа зачитывает письмо и, приношу свои извинения, автор письма настолько примитивен, что он не только использует ненормативную лексику, скорее всего, в жизни, но мозг гибрида настолько плоский, что он даже умудряется и матершинную брань писать, и ругань в своем повествовании. Поэтому, извините, пожалуйста, в ролике будут крепкие словеса, из песни слов не выкинешь. Опять же, кто-то скажет, что я напрасно этот ролик выложил, что не нужно было, так как письмо типа носит личный характер. Но вы знаете, у меня тоже есть куча доводов, определенные вещи, которые, скажем так, я делился, тоже носили личный характер, но у меня никто не спрашивал, можно их озвучивать, нельзя. Ну, я думаю, намек понят. Да и вообще, в наших реалиях нужна максимальная прозрачность и максимально интересного изучения данного материала. До свидания. Я, кстати, вот, когда я начинаю психовать, я всегда вспоминаю твои слова, не обращая на них внимания. Ну, говори, говори, говори. Да, мне по поводу тебя, просто многие люди пишут в личку и пишут мне постоянно примерно... Я тебя, знаешь... Не связывайся с этим и там он ненормальный, да? Да нет, 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 нет. То, что там люди, которые там, скажем, ну, не согласны с тобой или считают тебя сумасшедшим, это все, я вообще про них не говорю. Это вообще, как бы, ну, как бы, о них даже смысла нет говорить. Гораздо хуже или интереснее, это как, знаешь, как, в общем, к этому отнести. Это когда люди, которые в теме, ну, то есть те, которые реально в теме, да, но их не устраивает что-то. И они вот это вот то, что их не устраивает, они, как бы, это высказывают. Вот это намного хуже, потому что они-то понимают, в общем-то, о чем ты говоришь, но их не устраивает, ну, как бы, способ подачи, либо какие-то потаенные желания. Вот. И вот я тебе просто могу прочитать сообщение, это вообще большое сообщение, которое мне прислали. А может, не надо, я уж очень, это, впечатлительный человек. Я... Ладно, подожди, прежде чем ты мне прочитаешь сообщение, я просто задам мне вопрос не тебе, не себе, я при тебе задам вопрос небесной канцелярии. Вот знаешь, как он звучит? Они вообще спросили у меня разрешение о том, могут они обо мне говорить или не могут. Все, теперь я тебя слушаю. Хорошо, и так. Соу, а насколько Котлеров помогал тебе в своем итогам? И в своем... Короче говоря, в этом ролике, ты понял. Я вот так вижу. Тело тупо подсело на стену. И наглейшим образом паралитировать. Буквально сразу, как только попер трав. Нет, знаешь, я буду смеяться, потому что... У меня коллеги под другим ячейком, знаешь, что говорят, что ты с ними церемонись, я, блин, взял бы, лупанул бы одного, блин. Я говорю, так доказательства не будет, что это я лупанул бы. Ну, по расстоянию имеется в виду. Я понял. Как только попер трав, подключил монетизацию, пожертвования, спам строительным мусором в комментах, ну и, помимо прочего, у чувака явные проблемы с ЧСВ. Уже, блядь, до самолюбования докатился прикрепленный видос. А еще говорите... А что такое ЧСВ? ЧСВ, ЧСВ. ЧСВ это чувство собственной важности. Ладно. А точнее, постоянно повторяя Таран ТВ, его не покажут. Да ты, сука, просишься на него. И постоянно просит, просит, просит. Блин, напивай себе, они сняли 8 роликов, блин. А ты, блин, где ты? Я тебя обожаю. Ты лучше. Давай, 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 давай. До того прихуел, что теперь он будет делать все для того, чтобы растерять всех подписчиков канала. Здесь, например, спамит. И ссылка на видео. Ну, так правильно. Такой жирный пиар получился. Мыслимо ли дело? Чуваки вроде МТ-студио и Эмейзинг гораздо дольше, гораздо лучше толкают свое. И подписчиков хоть бы хуй. А этот баклан тупо на одной из суток записывает этот пиар. Боги! Прежде что хочет, то и вытворяет. Я вам вообще не предпочитаю, что ему все досталось на шару. Буквально за твой счет. А потому можно смело на подписчиков в классе. Тупо в открытую клянчку. Потому, что новые придут. Кто-то что-то и даст. Закон больших чистил в действии. Просто какой-то пиздец. В каждом видео, в каждом сука своем тупом говновысере о бабле намекает. Когда даешь, говорит, наполняешь. Наполняйте, значит. А еще вы можете все, что хотите мне выразить, выразить через вон там репетит и внизу. Постоянно. Я-то думал, намек поймет, что все, что у него есть, это тупо предложение. Больше ничего. Доплевать он хотел. Он будет теперь делать все, чтобы струбить с тем, как можно больше. В разнос. Еще никакого... Еще ничего толкового не... Сереж, на секундочку, на секундочку. Сказал, из пустого порожния переливает. Друг, друг, друг. У него достоверное знание. Или у меня опять микрофон сломался? Нет, не сломался. Я пять лет, в шесть лет решил, что я в этой жизни буду делать все, что посчитаю нужным. Все, дальше продолжать. Короче, хочу все эти мысли как-то в документированный текст с пруфами оформить и на постановочном... Или где-то еще выложить. На самом деле не хочу. Все это до конца времени займет, но если безобразие... Можешь подарить мне этот текст? Нет, не могу. Это неправильно будет. Хорошо. Так вот, насколько вас что-то связывает. То есть он, блин, это помазанника может обсирать смерть, блин, нафиг? А я не могу, блин, мерда обосрать. Нет, дело не в том. Дело в том, что это письмо он написал мне, и я тебе передам его себе. Это будет, как я распространяю письмо, которое мне пишут лично, и это будет неправильно. А ты не учитываешь, что сейчас нас прослушают 98 человек, блин, и каждый на микрофон пишет то, что ты говоришь? Нет, навряд ли. Потому что если бы это было так, давно бы уже были такие видео, от которых бы просто... Ну, потому что я же говорю гораздо более серьезные вещи. А они не хотят палиться, друг ты мой дорогой, они не хотят палиться. Ага, то есть сейчас вот именно вот этим письмом какого-то пользователя, который просто пользует, который недоволен... Он не просто пользователь, я, блин, это... Пойду в картотеку, я его до седьмого колена прокопаю, я увижу, где этот червоточин... Не надо ничего копать. В общем, мы-то с ним долго переписывались, потому что я там долго буду читать, в общем... Ну давай, продолжай, я тебя слушаю, Сереж. Ему не нравится, ему не нравится то, что ты... Ну, во-первых, ему не нравится то, что ты клячешь деньги, как он выражается. Между прочим, после последнего ролика я напрочь, вот будут деньги мне присылать, я буду обратно отправлять. Я бы с голоду сдохну, но я ни копейки ни у кого не возьму. Просто дело не в этом, понимаешь? Вот тут я с ним пытался спорить, но я ему написал, что модернизацию вообще я тебе помогу сделать, что у тебя ее вообще не было, но он не слышит. Тут смотри, здесь с точки зрения вот ютуба, устройства именно ютуба, у тебя, хоть у тебя канал давно, ну, на ютубе, да? Ну, достаточно давно. А что мне вдруг постоянно говорит, у тебя реально 18 тысяч долларов визит на ютубе? Я говорю, Слава, говорю, я поговорю с Сережей, и он скажет, что это все брехня. Да, ты, если ты про социал блэйт, вот этот вот сайт, как показывает, это, конечно, там, там, знаешь, это... Вот представь себе ситуацию, что человек, например, ходит на работу и зарабатывает 15 тысяч рублей. А на самом деле он зарабатывает значительно больше, этот человек. Нет, да погоди ты! Ну, прости, ладно. Вот, бедите самое, да. Вот он уходит на работу и зарабатывает 15 тысяч. А потом сделали бы какую-то программу, которая бы показывала, что этот человек на основании каких-то, значит, своих собственных думок, эта программа сказала бы, знаете, он зарабатывает от одной тысячи до миллиона. Это была бы, в принципе, правильная информация, потому что 15 тысяч, они входят в этот промежуток, правильно? Ну, реально, это же полный бред. Я просто сравнивал с собой, там, вот, смотри, вот этот социал блэйт, там у нее есть две цифры, минимум и максимум. Вот, минимум, это даже не та цифра, которая реально у тебя есть, ну, на заработках. Вот это надо брать минимум, там у тебя минимум 66 долларов, минимум, и еще оттуда отнимать. Потому что вот по своему собственному опыту я знаю, что вот этот вот минимум, это и есть вот твой реальный заработок, и то, это он завышен там достаточно. Потому что социал блэйт, он по умолчанию, он не считает коммерческие просмотры, он считает вообще просмотры, ну, просто все просмотры. А ведь тебе платят за коммерческие просмотры, деньги. А коммерческие просмотры, это в лучшем случае один из десяти. Это коммерческий просмотр. Плюс к этому платят тебе не за каждый просмотр, а за тысячу просмотров. Плюс к этому То, что ты получаешь на руки И то, что тебе выплачивает ютуб Это сумма, которая Ну, примерно на 35% Разная А я сегодня божевильного накормил Или перевести на русский язык Да, пожалуйста Ну, юродивый А где ты там нашел юродивого? Пошел, блин, вижу Надо ему, думаю, шоколада купить Он был рад, Дима его зовут Ну, это правильно Я так тоже Хотя, вроде бы, я никогда не видел Ну, так, этим, подкидываю Не, он, как бы, вынужденно стал Ему машина в 10 лет сбила И он таким стал Ладно, давай не будем про это Давай вернемся, как бы, к тому Это те, кто Нас же слушают, ты пойми Нас же слушают много И есть люди, которые негативно это Ну, давай, ты дальше будешь читать Я буду тебя слушать Да, я просто хочу тебе Я просто, вот, по поводу денег на ютубе Потому что, вообще Вот я, как бы, ты, вот, скажи так Ты на ютубе серьезно занимаешься работой Всего несколько месяцев Правильно? Серега, когда ты уже к моему характеру привыкнешь? Я в любой момент нажму кнопку удалить канал И вообще забью на все Ничем я серьезно не занимаюсь Погоди, 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 погоди Серьезное занятие ютубом каналом Это когда ты начинаешь на него заливать ролики И его вести Вот это называется серьезное занятие каналом То есть Имей свой канал на ютубе И, как вот, заливать туда один раз в год что-то И он у тебя, знаешь, есть, есть То есть тебе на него наплевать Ты не... А он Энакин раз в полгода ролик заливает И 15 миллионов, 40 миллионов просмотров Вот это чувак сильный Ох, слушай Благодаря твоему таланту И моему генератору идей Давай залямзим типа такого А что он делает? А ты ни одного ролика Энакина не видел? Я даже не знаю, кто это такой Он делает ролик Максимум полторы минуты И у него есть ролики по 50 миллионов И он их выкладывает Ну, максимум в 3 месяца Ну и в чем смысл этих роликов? Опа! Ну, будет грустно, если ты ее знаешь, конечно Сейчас тебе покажу, что он чудит Я вообще, если бы я вот Саша Сливченко У тебя музыкантов нету? Просто если бы я со своим другом горшки не побил бы Мы этого Энакина еще бы обошли бы У меня бы было... И у тебя бы было больше просмотров Потому что то, что Энакин делает Для нас это, знаешь, как говорится В зубах ковыряться А я не могу без музыканта Не профессионального А который обладает нотной грамотой И делает то же самое Сейчас я покажу Энакин Да ты видел! Ё-моё, Энакин Что, ты реально не знаешь Мега популярного чела Который тупо косит бабло За полтора Тупо Скайрим Кто-то уже... О, даже человек украл у него ролик И то набил 20 тысяч просмотров Так это один Или ты будешь письмо дальше? Не, я не буду больше читать Потому что ты понял, да, там Примерно о чем письмо? Ну ладно, я прощаю этого человеку Я просто хочу, чтобы ты понял Как себя вести Потому что я давно уже понял Нельзя! Нельзя мне! Ты что? Я буду все наоборот делать Ты что? Сереж! Ты своими действиями Кстати говоря Вот теми роликами, которые ты делаешь Ты действительно... Я понимаю Ты-то хочешь как лучше А получается как и хуже Иногда Потому что многие ролики, которые ты выпускаешь Их можно было вообще не делать Потому что они не несут в себя никакой информационной нагрузки А люди думают Люди же думают просто Думают просто Если он делает ролики много и часто Значит он хочет, чтобы у него было много просмотров и денег А значит он мудак А то, что я зашиваю, что они... Это никого не интересует А то стеохондроза избавляется половина тех, кто слушает мои ролики Это никого не интересует Слушай, смотри Самый один из любимых моих роликов Энакина Помнишь, была... Может быть не Энакина, а Энджойкин А, Энджойкин А, да, знаешь Просто Энджойкина я знаю А Энакина я не знаю А, ну видишь, я читаю А, Энджойкина знаешь, да Энджойкина я знаю Там у него музыкальные ролики Он делает там... Я знаю и про эту няшу И про это самое Про пацан, который... Из Дагестана Обращение здорового, пацаны Я сам из Дагестана Да, и там еще у него мне нравится А, завтрашний день Кличко Да, я смотрел, смотрел, смотрел Я его ролики Да, у него хорошие ролики Я музыкальные Так я могу то же самое Ну как могу В плане того, что знаю как А нет у музыканта профессионального Нет, почему Музыкант профессиональный у меня есть Вот Слушай, ну в принципе А что там надо как-то конкретно Что от него надо Музыку написать Или что Нет, ладно Я попробую со своим одним Старым знакомым Виталиком созвониться Мне нравится этот Виталик Он мега профессионал И у него, знаешь, получается Он, я не знаю Говорит, Слава Надо мне к тебе приехать И он мне каждый год Говорит, я приехать А я с ним познакомился Как бы он говорит Я музыкант, но мне нужны Это Стихи хорошие Я ему почитал Дал стихи Вот Он говорит, надо песни сделать И он такой Как будто Я вообще Уважаю его Но я не могу понять Несерьезных людей Просто я когда даю слово Для меня это слово Это больше, чем Я не знаю, чем жизнь То есть я его должен сдержать И когда мне человек говорит Я там Делаю это Приеду к тебе в гости И это уже происходит Второй, третий, пятый год Я очень болезненно это воспринимаю Потому что Для меня дать слово И не сдержать Это равносильно Я не знаю Я просто боюсь Что этот человек Это же надо работать Это надо двое суток Две минуты Да, я понимаю Я попробую со своим Тогда уже этим Может это Может он заинтересует Причем он Ну да, да, да Я просто Ты говоришь Музыкант нужен А для чего нужен музыкант? Что он должен делать? Точно такое же Нет, подожди Что значит Точно такое Что он должен музыку написать? Блин Ну скидывать ссылку То, что это Или ты в курсе? Я знаю Я прекрасно эти ролики смотрел Там у него У него играет музыка Он ничего не сможет сделать Нет, нет, он слишком много может Он, короче, он может Ну это не музыкант может Тебе нужен тогда Вот такой какой-то Мегапрофессионал Потому что музыкант Сможет написать музыку Не больше Музыкант, ну что Это великий мастер монтажа, что ли? Музыкант Он музыкант Он не обязательно должен уметь Он музыку написать может Да, музыкант и программ Да, да, я понял Это две разные вещи Разные Не обязательно можно музыканта Достаточно Я просто знаю, как этот ролик делается И сколько труда он бухивает На этот ролик 24 миллиона просмотров За полторы минуты Ну за полторы минуты не может Это 24 миллиона просмотров Ну блин, ну я тебе скину А, ты имеешь в виду Я тебя неправильно понял Ты неправильно сказал Я не говорю, что ролик, который идет Полторы минуты Ты говоришь, за полторы минуты Он за много лет, наверное, набрал Ну или там за год Или за полтора года Ну, у него подписчиков больше миллиона. Я помню Инжуйкина, когда у него еще 100 тысяч не было. Я давно его знаю, я его уже где-то буду... Понимаешь, Сереж, вот пойми меня только правильно. Я вообще могу, как бы, придумывать идеи по раскрутке каналов, которые будут обращать внимание на наши каналы. Ну, понял? То есть, вот этот мультик, который я сделал, я же его сделал с одной только целью, чтобы привлечь внимание к тем знаниям, которые мы несем. А вообще... Он никому не будет интересен, потому что если бы мы смогли сделать мультик самостоятельно, это было бы другое. Ну, вот надо переговорить с Василием, который работает художником на компьютерной студии. Переговори, переговори, конечно. Так, в общем, давай вернемся. Давай, давай, для начала по поводу... То есть, в общем, ты говоришь это, Слава, не дурку. Я тебе говорю, что, во-первых, ты должен перестать делать так часто много роликов, потому что у них в основном новая информация... А вот Джора из Дагестана... Потому что в этом ролике озвучены те вещи, которые я прежде не озвучивал, и я знаю... Я тебе не говорю про какой-то конкретный ролик. Я тебе говорю про вообще саму систему. Если посмотреть на то, сколько ты... Вот давай просто посмотрим, вот возьмем, скажем, последние две недели, да? Две недели. Давай сейчас возьмем вот две недели. Сережа, ну суди критериями, которыми я сужу. Но сегодня, завтра свалю. Что обо мне останется? Только имей фамилию. Какая разница? А ты решила сваливать куда-то вообще? Я понять не могу. Куда ты свалишь, скажи? Не буду. У меня еще много здесь работы. Вот и все тогда. И никогда пока не будешь сваливать. Вот смотри. Получается 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 роликов, скажем, по всей этой недели. 40. Это получается почти по 3 ролика в день. Из них только опять имеют весомый вес. Из них, ну я не знаю, сколько там, давай, пусть даже там есть имеют весомый вес. Это слишком много. Это слишком много. Просто такое количество роликов, оно, как бы, скажем, людей, которые в теме, уже которые в теме, те, которые уже, там, скажем, пришли от меня, или которые изначально были там у тебя, или просто вращаются вот в этой вот системе, они, конечно, будут смотреть, они будут понимать, они не будут там ничего такого, потому что им это интересно. А новички, они, это их отталкивает. А ведь мы с тобой работаем на новичков в основном. Для тех, кто уже в теме, он так и так найдет информацию. Не через нас, так через других. Он на англоязычных ресурсах есть такая же похожая информация. Он найдет, что хочет найти. А наша задача, это, как бы, это, и по поводу денег. Люди в интернете, в ютубе, они очень, очень сильно реагируют на то, что в них, если просить деньги. Причем, я это понимаю прекрасно, что такое вообще создание роликов, что это тяжкий труд, что мы тут не зарабатываем миллионы, и что вообще для того, чтобы зарабатывать серьезные деньги с ютуба, нужно иметь действительно много подписчиков. Не где-то там жалкие, там, 5-6 тысяч, да? Ну, вот, скажем, Шарий Анатолий, да, знаешь такого? Очень хорошо. Вот. У него канал два года. Очень быстро он набрал достаточно много подписчиков. У него сейчас, по-моему, 700 тысяч. Среднее количество просмотров у него несколько миллионов в день. Да? А что небесная концерярия по поводу его думает, ты не знаешь. Какая разница, молва, боги по-другому бы считают. Вот я с тобой, я тебе одно, а ты мне другое. Я тебе говорю, железо тяжелое, а ты мне говоришь, небо синее. Вот. Ладно, все, все, лучше ты говори, потому что... Да, я тебе вообще не говорю про то, как он делает, для чего он делает, хороший он или плохой. Я вообще не про это. Я тебе просто говорю про ступо, техническую сторону вопросов. Что вот он зарабатывает много с Ютуба, потому что у него очень много просмотров, очень много подписчиков. То есть мне надо скопировать тебе письма, если у меня ролик не появляется в течение суток, сколько мне людей пишут слова. Ты пропал, у тебя все хорошо, то есть это... Ну и что дальше? И что дальше? Мне тоже пишут люди письма, и очень много, но это же не означает, что я буду делать так, как они хотят. Не надо идти на поводу у публики. Ты потому что забываешь, что у такой публики, ее, к сожалению, гораздо меньше, чем обыватели. Ты просто должен приоритет поставить. Приоритет твой в чем заключается? Удовлетворять публику, который уже в курсе, либо стараться завоевывать, так сказать, открывать новых людей? Нет. Мое непосредственное руководство недовольно тем, что я мало выкладываю роликов. Вот так вот. Мало? Ну, ты выкладываешь немало роликов. Еще быстрее ты навряд ли сможешь это делать. И по поводу роликов, я, конечно, говорю, я тебе не хозяин, да, и там... Ты мой друг. Да, поэтому ты сам решай, что ты будешь делать. Я и так и отвечаю этим людям, что он как бы сам по себе и своего канала идет так, как считает нужным. Но мой тебе дружеский совет. Просто, если уже хочешь делать ролики часто, то лучше хотя бы, ну, хотя бы один раз в два дня. Вообще, оптимально для Ютуба, вот я давно уже на Ютубе работаю, я высчитал закономерность, что оптимально для Ютуба один ролик в три дня. Это вообще самое лучшее, что может быть. Это получается около 10 роликов в месяц. Это хорошо, это много. И, соответственно, у тебя есть время для того, чтобы эти ролики сделать максимально хорошо. Я в самом начале своей карьеры делал примерно как ты. Я тоже выкладывал каждый день. Дорогой ты мой человек, ты же не видишь подводных камней того, что я делаю. Я вижу, может быть, конечно, подводных камней я и не вижу, но я вижу реакцию толпы. Я вот, если я смонтирую этот ролик, как-то я попал в задушевную беседу, ребята создали конференцию, и они были, ну, им было приятно, что я самостоятельно зашел. И я в этой конференции озвучил те вещи, которые очень важны. И если я эту конференцию все-таки выложу, это будет один из самых важных посылов. И потом в этих полномочиях, потом после этого ролика, я все. Там уже не будет вообще не иметь смысла для меня ни каналы, ни занимания деятельности. Я просто буду, как вот от дедушки, бабушки, выходить на лавочку и сидеть... А что за информация? Про игру, что ли? Нет. Вообще, самое изначальное, именно для чего это все было развернуто. И сама истинная цель этого всего, вот этот подводный камень, почему это я все вот это делаю. Ну, естественно, положительно, естественно. Ты имеешь в виду, почему подводный камень этого всего это твоей деятельности? Да, 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 да. Самый настоящий. Ну и что за камень? В смысле, что-то, я, может, если я этого не знаю, так мне бы интересно было бы узнать. Хорошо, я с тобой поделюсь. Спасибо. В этом ролике я озвучу следующее. Все, кто были до нас с тобой, они допускали огромную ошибку. Очень... Ой, сейчас у тебя какие-то звуки идут. Да, да. Ну, благо, что Левашов сейчас в добром здравии, много понял. Знаешь, как говорится, это, ну и другие, Петров, и другие, они допускали большую ошибку. Они занимались тем, что сколачивали вокруг себя огромную аудиторию. Тысячную, потом миллионную. Дело в том, что, может, помнишь, в одном из моих роликов я сказал такие вещи, что у меня есть четкая инструкция, которой я буду действовать. Ну, не знаю, смотрел ты его или нет, но я озвучил. У меня есть вообще четкая инструкция, как надо поступать в этой ячейке. Потому что вообще, как бы это, в сложившейся ситуации, молоделы, так вот, цель, цель абсолютно противоположная тем целям, которые достигали известные, уже живущие в других ячейках люди, Петров, Левашов и ряд других. Ни в коем случае нельзя собирать аудиторию. Вообще. Ее нужно гасить и среди, значит, смотри, ладно, не буду, я все время перейду к конкретике. Цель найти 12 человек. Эти 12 человеком я передам нечто большее. Эти 12 человек потом еще 12 человек найдут. А те 12, еще 12. При огромном количестве людей мне нужно 12 человек. Ты случайно не про 12 апостолов? Не случайно, а так и есть. Получается, когда человек на себя тянет одеяло, вот у меня уже 4,5 тысячи подписчиков, это я понимаю, по меркам Ютуба это вообще пшик, но из этих 4,5 тысячи подписчиков пока только один есть человек, с которым я буду отдельно уже потом работать. Когда-то Вольф Мессинг в зале увидел девочку и просто понял, что надо с ней пообщаться. Сейчас это очень сильная женщина. Вот. Между прочим, вот почему я тебя обхожу, потому что ты не попадаешь в категорию 12 человек. Не воспринимай это, не залезть, ты моего уровня. Поэтому я не могу тебя подтягивать сюда. Ты можешь, как бы мы с тобой одного поля ягоды, поэтому-то ты только можешь человека 12 подтягивать. то я уже потом, если это получится, я потом тебе это как бы сообщу, как и что нужно. Поэтому ты не попадаешь в эти 12 человек, потому что ты моего поля, ну... Я понял. Да. О, блин, налетели. Кто налетел? Да. Это скотняки, блин, от этих эфемерной сущности меня просто начинают шторить, блин. Значит, цель найти 12 человек, и этим людям придется делать по-левашовскому, к сожалению, напрямую. Запрещено, но в нашей реальности придется делать. Левашов занимался перестройкой мозга. Слышал про это? Ну, очень понятно. Короче, он делал то, что не нужно было делать, но фишка в чем? Там получается, каждый из нас человек, это отравленная флешка и драйвера побиты. Я просто им восстанавливаю драйвера, они просто будут самостоятельно принимать информацию. Но Левашов чуть-чуть по-другому делал, он не только драйвера восстанавливал, он еще информацию закачивал, а это вообще большой бред в моем понимании, потому что одно дело дать вилку и сказать ешь или не ешь, а другое дело в рот запихивать. Поэтому Левашов при жизни большую ошибку делал, что он еще помимо того, что восстанавливал драйвера, он еще информацию давал, а это очень плохо. Поэтому я просто вот сейчас одного человека нащупал, я с ним свяжу, есть другой, а здесь уже я с тобой хочу проконсультироваться, я не знаю, как на него выйти. Я с ним как-то попытался связаться, но он проигнорировал меня. Я хочу Сережу спросить, как хитро, грамотно к нему мне нужно как-то с ним поговорить. Я не могу теперь уже писать ему напрямую, мне нужны какие-то посредники, не именно ты, может ты как-то это зацепишь. А как, я такого даже не знаю, скинь его канал, я посмотрю, что это. Сейчас скину. А, я стоп, я скинул? Да, да, да. А, нет, я скинул то же самое, что я скинул для двери. Все, кидаю. Так, да, каналов у него много. Как вообще можно вести адреса 12 каналов, это же вообще жесть. Вот когда мы его вытянем, вот эту нашу троицу священную, скайп, то давно у него спросим. Он даже, он вообще, он живет, он даже не понимает, какая у него вообще миссия в нашей ячейке. Вот ты, допустим, четко, как на какого-то интуиции идешь именно правильной дорогой. Почему я на тебя именно из всех блогеров, я выбрал тебя, ну, как ты говоришь, нет, это я тебя выбрал, Ну, это, потому что, ну, я знал, что надо с тобой связываться, у меня до сих пор это письмо где-то валяется в файлах, которые я там писал максимально убедительно, что Сережа нам нужно поговорить. Как к нему подойти, я пока не знаю, но он даже не знает, какая у него вообще миссия, он, он себя просто загонит. У него колоссальный потенциал, но он его расходует. Так, у него есть сайт. Угу, хороший сайт. Он программист очень хороший, очень хороший, очень сильный программист. Так, ну как, если ты не хочешь к нему напрямую обращаться, значит, нужен какой-то посредник. Угу. Так, вконтакте. Чтобы ему написали, как бы, свое предложение от тебя. Есть такой человек, что... Давай от нас. От нас? Угу. Ну или от нас. Так, давай, друзья. Человек, который может ковшом поднимать тонны мусора, сидит в песочнице и занимается лопаткой, куличики лепит. Ну это просто транзит. Я когда его увидел, я вначале, как бы, ну он просто не вышел на меня. Потом я понял, что это пока слабо работает, надо с тобой связываться. Понятно. Поехали. Потому что он Продолжение следует...